Где и как проявить талант в создании цветочных композиций, возможность показать свои способности в поистине творческом и увлекательном мастерстве флористики появилась у участников областного чемпионата среди людей с ограниченными возможностями здоровья Обилимпикс 2020. Далеко не первый год эти состязания проходят в Щелковском колледже. И такая компетенция, как флористика, одна из самых популярных среди участников, специалистов, студентов и школьников от 14 лет. Им всего 14 лет и они уже делают такой большой шаг в своей жизни. Поэтому я еще считаю, что наша компетенция самая красивая. Мне кажется, любой ребенок получает удовольствие, работая с цветами. В первый день соревнуются учащиеся образовательных учреждений. Их задача в течение трех часов создать свою авторскую работу, используя различные материалы, живые растения, декоративные элементы. Мария первая справилась с заданием. Девушка признается, быть флористом – ее давняя мечта. Мне сегодня тут все понравилось и я буду на флориста учиться. Ограниченные возможности здоровья не препятствуют желанию быть профессионалом своего дела. Каждый, кто мечтает стать специалистом в области флористики и других направлениях, может продемонстрировать свои таланты на этих соревнованиях. Проявить себя участники чемпионата могут и в ландшафтном дизайне. На выполнении задания дается 4,5 часа. И стоит отметить, помимо творческих навыков, важно знание в области ландшафтного строительства. В первый конкурсный день соревнуются студенты. Все они обучаются садовому делу в колледжах Московской области. За выполнением задания, а именно созданием мини-сада, следят эксперты чемпионата. Им и предстоит определить лучшую работу. Выполнять задание достойно. Насколько достойно и как правильно покажет уже замеры в конце выполнения задания. Элементы, чтобы они были выполнены по уровню. Визуальная оценка, чтобы было все чисто. Работают студенты по схеме. За отведенное время участникам соревнований предстоит выполнить мощение из деревянных спилов, настил, посадить растения и сделать отсыпку из измельченной древесины. По окончании состязаний школьники, студенты и специалисты получат сертификаты о участии в чемпионате по своей компетенции.